Продолжение следует... 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 В своей работе объединение считает своими первоочередными задачами, прежде всего исходить из интересов всех слоев населения республики, дать реальный шанс конструктивным силам активно участвовать в общественных преобразованиях, закрыть дорогу бездарности, бездуховности, безответственности, демагогии. И мы знаем, что 17 декабря текущего года состоятся выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Башкирская республиканская организация «За новый Башкортостан» Всероссийского общественно-политического движения «Наш Дом России» будет принимать активное участие в выдвижении кандидатов в депутаты и избрании их, этих депутатов в Государственную Думу. Депутатов ответственных, компетентных, которые в своей работе содействовали бы разработке таких законов, которые помогли бы улучшить жизнь людей. Одним словом, Башкирская республиканская организация «За новый Башкортостан» призывает объединить усилия всех людей во имя стабильности и развития, демократии и патриотизма, уверенности и порядка, мира и согласия в нашем Общем Доме России. Оргкомитет этой организации обратился ко всем главам администрации городов и районов о создании региональных отделений этой организации. На днях у нас в Инауле проведено учредительное собрание представителей промышленности, аграрного сектора, интеллигенции, представителей органов власти, которые на своем собрании создали это региональное отделение Всероссийского общественно-политического движения «Наш Дом России». Сейчас на данном этапе в этом региональном нашем районном объединении несколько десятков людей. Но я считаю, что со временем этот список будет расширяться, в него будут включаться целые коллективы, и они будут возникать на предприятиях, учреждениях, организациях. Районное объединение Всероссийского общественного движения «Наш Дом России» будет работать на основании в соответствии с уставом республиканской организации «За Новый Башкорстан» и типовым положением о региональном отделении Всероссийского общественно-политического движения «Наш Дом России». То есть задачи нашего районного отделения, они будут те же самые, что и во всей республике, и во всей стране. Районное отделение Всероссийского общественно-политического движения «Наш Дом России» находится в администрации города. Наши телефоны 2-16-36, 2-11-74. Председателем районного отделения Всероссийского общественно-политического движения «Наш Дом России» является Мещеряков Григорий Андреянович, директор завода стройматериалов. По работе этого отделения вы можете обратиться непосредственно к нему. Также для ознакомления с уставом башкирской республиканской организации «За Новый Башкорстан», с программными документами и другими материалами, вы можете прийти в президиум Гурсовета. В следующем барах в Государственную Думу Российской Федерации. Башкирская республиканская организация «За Новый Башкорстан» Всероссийского общественно-политического движения «Наш Дом России» будет выдвигать своих кандидатов в этот орган. Мы просим вас принять активное участие на выборах и поддержать этих кандидатов, выдвигаемых организацией. А мы, в свою очередь, постараемся дать вам наиболее полную информацию о каждом из этих кандидатов. В четверг, 24 августа, в районном Дворце культуры состоялось традиционное августовское совещание. Наш следующий видеосюжет об этом. На районной конференции учителей и общественности приняли участие педагоги района, руководители трудовых коллективов, главы администрации и сельских советов, представители общественных организаций. Августовская конференция для всех нас, а в особенности для педагогов, это всегда большой праздник. С огромным вниманием и теплотой было встречено приветствие взрослых детьми. Августовская конференция ПЕСНЯ ПЕСНЯ Открыл конференцию глава администрации города и района Назир Загитович Зиязов, который в своем выступлении поздравил всех собравшихся с началом учебного года. ПЕСНЯ 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 Глава администрации города и района Назир Зиязову Назир Загитовичу. ПЕСНЯ Эффективно поставленной глубокой системы образования. Финансовые затраты на содержание народного образования в районе растут из года в год. Достаточно сказать, что в общем объеме местного бюджета они составляют в этом году 31%. Из 13,6 миллиардов уточненного бюджета на народное образование на 1995 год на 1 августа освоено более 7,5 миллиардов рублей. В последние годы, которые определяются как глубококризисные, мы изыскали средства из республиканского и местного бюджета для финансирования строительства новых школ и дошкольных учреждений. Среди них средняя школа номер 4, новые здания школы номер 3, детсад на 280 в городе, Каймашабашская и Варяжская неполная средняя школа, готовятся к вводу Югамашская неполная средняя, Шудековская средняя, Андреевская и Туртыговская начальные школы. Началось строительство Сандугайской средней школы. Значительных средств требует проведения текущего и капитального ремонта, обновления мебели и приобретения необходимого для введения полноценного учебного процесса оборудования. Таким образом, усилиями республиканского руководства и местной администрации делается все, чтобы не только сохранить, но и расширить существующие в районе сеть учебных заведений. С докладом «Стратегии развития народного образования в условиях социальной адаптации» выступил заведующий городским отделом народного образования Зикав Расланович Хузин. Программа также предусматривает совершенствование механизма подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, создание условий для возрождения и развития национальных культур, гармонизации межнациональных отношений на основе концепции национальных школ республики. Кстати, вышепересисленные направления находят отражение в послании президента республики Башкорстан товарища Рахимова в государственном собрании. И что отрадно, многие ее положения реализуются в наши дни. Сегодня нужно сказать, несмотря на тяжелые финансовые положения, мы ощущаем большую поддержку местной администрации. Благодаря этому сегодня можно доложить, что учреждения образования готовы к началу учебного года. Пройдет какое-то время, уляваются политические страсти, жизнь войдет в свою колею. Уверен, какие бы методы воспитания ни применялись, честность и порядочность, гражданские чувства, милосердие и сострадание, все это составляло и будет составлять нравственную основу воспитания. В своем выступлении Зикава Расланович отметил, что несмотря на недостаток финансов, директора школ с помощью районной местной администрации шевов подготовили школы к новому учебному году. В этом году получают новые здания школы «Дети деревни Югамаш», а к концу года сдадут здания Шудекской средней, Андреевской и Туртыкской начальных школ. Ведется строительство Сандугачевской, Барабановской средней и Варяжбашской неполно-средней школы. Строится мастерская в Сталиховской неполно-средней школе. Несмотря на экономические трудности, удалось сохранить сеть общеобразовательных учреждений. В районе их всего 73, в них обучаются 8588 учащихся. Совмогательная школа-интернат – 221 учащийся. Учреждения дополнительного образования – Дом пионеров, станции юных техников ДЮС США. Практически все они обеспечены специалистами с соответствующим образованием. Зикафа Арсланович подробно остановился на всех вопросах, касающихся народного образования. Учителя Сусады Балакской средней школы представили творческий портрет своей школы, украсив его элементами фольклора марийского народа, который вы увидите далее. Имя же в РДК был оформлен кабинет со стендами и альбомами о воспитательной и образовательной деятельности педагогического коллектива. Внимание участников конференции была представлена марийская изба из экспонатов школьного музея. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Особое слово, особо хочется выделить неопытных учителей, которые, не залея своих сил, своих возможностей, всю ситуацию этой дневной работе. Не хочется особо отметить заместителя директора учебной части, старшего учителя Советского Миноземного Университета. Также мне хочется отметить учителей начальных классов, в этом же неопытного директора, из экспонатов А.Семкин Корректор А.Егорова, Витератора Труда, учителя Костинской начальной школы Заревого Куршина Галинову, также хочется отметить Заревого Куршина Галинову и Алексея Хармановича Тимофеева. Все эти люди отдали свою жизнь, свою энергию к этой нелегкой работе. В одни из первых наших учеников, учеников нашей школы, будут первые марийские ученые, основоположник марийского языка знания, этнограф, доктор филологических наук Валерия Михайлович Васильев. Заревого Куршина Галиновича Тимофеева В Дворце культуры была организована большая выставка цветов и поделок из овощей, природного материала, подготовленных школами города и района. Продолжение следует... В обсуждении доклада приняли участие директор школы-гимназии номер 2 Мударисов. ...что народное образование района нашего с каждым годом прибавляется в весе. ...если в некоторых регионах России, это правда, конечно, идет разрушение, то у нас идет созидательный труд. ...если директор школы-гимназии не посещает один урок учителей, если он занимается учебной работой, это не директор школы. ...председатель колхоза имени Куйбышева Шай Мурзин... ...вам в сегодняшнем педагогическом форуме района больших успехов в работе. ...учительница начальных классов средней школы номер 3 Шитова. В перерывах мы встречались как с молодыми, так и опытными учителями, спросили, с каким настроением они идут в школу. ...пять. Настроение вообще-то хорошее. За лето успели соскучиться по школе, и мы уж энергично готовимся к первому сентября, торжественные линейки и, в общем, рабочее настроение. ...барабановская средняя школа, Ахмедханов. ...ну, учебный год. Начинаем с хорошим настроением. Школа в целом готова к приему детей. ...в основном все ученики обеспечены учебниками, другими наглядными материалами обеспечена школа. Учителя и другие работники школы настроены оптимистически, и я думаю, что мы перезимуем следующую зиму и будем дальше работать. Спасибо. ...преподаватели, которые начинают в этом году свою трудовую биографию. ...скажите, пожалуйста, с каким настроением начинает новый учебный год? ...ну, настроение так-то хорошее, но как-то немного боимся, так что первый год у нас. ...ну, вообще-то надеемся, что все у нас будет хорошо. ...и в какой школе вы будете работать? ...будем, вот, травим будем работать в Старокударской средней школе. ...а вы, девочки, что скажете? ...ну, тоже вот будем работать в Старокударской средней школе, и как-то не так уж настроение хорошее, и будем стараться не отставать от своих учителей старших. ...настроение, конечно, в этот день очень праздничное. ...очень праздничное. ...может быть, людям другой профессии этот день кажется не праздничным. ...а это для нас августовская конференция, это праздничный день для праздник, праздник души, потому что отпуск кончается, летом набрались много, большого запаса, конечно, энергии, и с таким желанием каждый год начинаем работать, в этом году особенно. ...и настроение рабочее, несмотря на все трудности, все эти трудности забываются, когда человек заходит в класс, когда видишь ребят, это уже все забывается. ...обсуждение доклада продолжалось. Выступили директор средней школы номер 4 Хузин, преподаватель детской музыкальной школы Насреддиново, заведующие методическим кабинетом городского отдела народного образования Гарипова, начальник отдела Министерства народного образования Республики Башкорстан Емилова. ...уководителям колхозов, которые серьезное внимание уделяют на укрепление материальной базы ваших образовательных учреждений. Спасибо главе администрации Назирзагитовичу за добрые, внимательные отношения всем нашим образовательным учреждениям. Позвольте мне, прежде всего, довести до каждого из вас самые теплые и сердечные поздравления Кабинета Министров Республики Башкорстан. В связи с наступающим днем знаний, выразить надежду, что педагогические коллективы вашего района и города не только достойны встретить, но и достигнут ощутимых результатов в воспитании и обучении детей в новом учебном году. 95-й год, особенно для всех нас, это год 50-летия победы в Великой Отечественной войне, год, когда прошел всемирный курултай Башкир, которые стали важными событиями взаимопонимания, согласия, единения народа Башкорстана. Знаменательно наше время и тем, что в этом году исполняется 5 лет принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Башкорстан, позволившая коренным образом изменить общественно-политическую, экономическую жизнь нашей республики. В республике принимаются решительные меры для сохранения и развития системы народного образования. В 95-м году на строительство учреждения народного образования правительством Республики было выделено 118 миллиардов и 715 миллионов рублей капитальных вложений. К новому учебному году откроют двери новые школы в Таймазинском, Бокалинском, Белорецком, Караидельском, Кугарщинском, Чекмагошемском, Янаульском, в городе Салавате, Сибае, а всего будет введено в эксплуатацию 104 школы на 15200 мест. Доцент Бирского господи института Бронников. Я с глубоким волнением присутствую сегодня на вашем августовском совещании, конференции, внимательно слушаю, впитываю все, что здесь у вас говорится. Вот я уже делился с вашей главой администрацией мнением. Идет очень интересный, неотрепетированный разговор. Воспитательница детского сада номер 2 Васимова, начальник отделения профилактики и пресечения правонарушения несовершеннолетнего городского отдела внутренних дел Ахтямов, заместитель главного врача по детству Гелиева, председатель профсоюзного комитета работников народного образования Гайнулина, инспектор городского отдела народного образования Дубовой, подведены итоги подготовки учреждения народного образования к началу нового учебного года. Лучшим педагогам района вручены знаки «Отличник образования Республики Башкорстан» и почетная грамота Министерства народного образования. Оснувшись позже, чем обычно, а это обычный день, выходной день, наши на улице, папа и мамы, взглянув в сторону рыночной площади и универмага, вновь с радостью заметили знакомую надпись «Школьный базар». Да, 26 августа в субботу Янаульский люд вновь штурмовал торговые автолавки торговых предприятий города ради самого дорогого, что есть в нашей жизни, а это сейчас и в прямом и переносном смысле, ради наших детей. Детей, которые слегка за лето притомили родителей и по которым так соскучились педагоги города и сельских школ. Только шесть точек райпо, которые обслужили в этот день многочисленных мам и пап и маленьких покупателей, их совместная работа дала райпо выручку 12 миллионов рублей. Приятно удивили жители города и района работники Миржайбазы. Их пять торговых точек, украшенные в осенне школьном стиле, очаровывали покупателей и маленьких, и больших сказочным своим внешним видом и почти сказочным ассортиментом. Только выручка Миржайбазы за этот день составила 10 миллионов рублей. Причем, учитывая то, что эта торговая организация обслуживает шесть северных районов Башкирии, это около 900 магазинов, то понятно, что помимо Янаула в этот день активная торговля шла и в других районах нашей республики. Глядя на эти красиво украшенные автолавки, мы тоже радовались тому, что наш мини-ликбез по маркетингу не прошел даром. Были представлены и Орс, и НГДО «Краснохолмснефть», и НОТ-5 «Горькской железнодороги», в связи с тем, что объемы предварительных закупленных школьных товаров были почти реализованы на предыдущих школьных... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова